Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира» Габриэл Митсю, больной ребенок около 1664 года, холст масла 32 на 27. Художник из Лейдена Габриэл Митсю жил в Мстердаме. В зрелые годы он работал в бытовом жанре, особенностью его произведений является умение увидеть в малом поэзию. Как и другие лейденские мастерами, Митсю приносил своей картины второй символико-аллегорический план. Но, в отличие, например, от Яна Стэна, не углублял его, стремясь прежде всего, как другой земляк Геррад Терборг, к тончайшему реализму. Все это хорошо видно в данном холсте живописца, изображающего больного ребенка и его мать. Бледное и худое дитя расслабленно лежит на коленях женщины, который заботливо смотрит на него, держит своей сильной рукой его слабую ручку. На тумбочке стоит глиняная кружка с ложкой, на стене висит карта и гравюра с изображением распятия. Напоминание о жертве Христовой выявляет лежащий в основе картины добродетель, любовь к ближнему. Живописный язык, которому в этих высоких вещах говорит художник, прост и в то же время глубок. Сочетание белого, желтого, синего, красного, разнообразных оттенков зеленого и коричневого создает насыщенную и теплую цветовую гамму. Вот такое описание из книги Великий музей мира к работе Габриэля Митсю «Больной ребенок» 1664 год. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok